Среди вопросов утверждение величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения за второй квартал 2021 года. Доклад зачитал министр экономического развития Замбулат Татаев. По его словам, увеличение показателей величины прожиточного минимума во втором квартале обусловлено повышением средних цен на некоторые продовольственные товары. «При сравнении показателей второго квартала с 2021 года наблюдается следующая тенденция. Величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 404 рубля, это 3,36%. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения увеличилась на 300 рублей, это 2,32%. И величина прожиточного минимума для пенсионеров увеличилась на 260 рублей, это 2,65%. Также к обминам внесены изменения в порядок отбора инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках программы «Содействие социально-экономическому развитию Южной Осетии». «Поправки вносятся первой с целью для того, чтобы ужесточить норму, которая определяет в процентном соотношении размер завершения инвестиционной фазы проекта, то есть для того, чтобы предоставить инвестиционному проекту государственную поддержку в форме бюджетных инвестиций в подведение, то есть в строительство инфраструктуры, на сегодняшний день фаза реализации проекта должна была соответствовать 20%. Настоящим постановлением мы предлагаем с 20% поднять до 60% для того, чтобы минимизировать риски незавершения проекта». Министр здравоохранения Суслан-Нани вынес на заседание правительства два вопроса. Один из них – проект закона об опеке и попечительстве. Закон предусматривает введение упрощённого порядка назначения опеки в случаях немедленного назначения опекуна и попечителя. Все положения данного законопроекта согласованы с уполномоченным при президенте Республики Южная Осетия по правам ребёнка Татьяной Схавребовой. По их словам, вопрос назрел давно и требует незамедлительного разрешения. Второй вопрос связан с переименованием пенсионного фонда в социальный фонд Республики Южная Осетия. «Уже несколько раз переутверждали план мероприятий по созданию этого социального фонда и в этом году у нас есть цель, чтобы этот пенсионный социальный фонд начал работать и, соответственно, выполнять свои функции, которые у него есть в полном объёме». Доклад финансового министерства касался внесения изменений в закон о госбюджете на 2021 год. «Уменьшение средств, которые были выделены в рамках инвест-программы на 191 миллион и перекинуть их на текущее содержание, на текущую помощь. На возмещение расходов энергоресурс по оплате услуга ПАО «Рост-сети» за технологическое присоединение находящегося на территории Республики Южная Осетия участка воздушной линии электропередач. Остальные изменения касаются заработной платы». На заседании также было принято решение выделить денежные средства из резервного фонда комитету Югоседпотребнадзор для осуществления социальных выплат за выполнение особо важных работ в период пандемии. Также из резервного фонда выделены финансовые средства в размере 100 тысяч рублей жителю города Квайса, имущество которого частично пострадало в результате пожара. Стелла Бязрова, Алим Бетеев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.